всем привет меня зовут серёжа я вас я вас приветствую на своем youtube канале сергей урац в том году осенью я купил я я купил мини культиватор камер т-300 52 кубика для спашки грядок и тропок ну вот пришла весна пришло время спашки и сейчас мы его опробуем он довольно простой срезы колесики регулятор высоты спашки глубины в спашке ну что ж я его купил за 13 тысяч рублей мне вот там проверили также я купил вот в такой вот стаканчик и мне вот наклеили вот такую вот такую вот информацию при обкатке 30 миллилитров масла для двухтахтных двигателей на один литр бензина 92 после обкатки 25 миллилитров масла для двухтахтных двигателей на один литр бензина 92 ну что ж пойти попробуем его завести для начала он довольно легкий всего 16 килограмм за 13 тысяч рублей ну что ж мы с вами набираем 30 миллилитров масло у меня уже есть масло у меня штилерская и набираем 30 вот 30 миллилитров я чуть больше спутилась ну ладно я думаю ничего страшного лучше больше масла тем меньше так где моя литровая банка наливаем масло и наливаем бензин бензина у меня свеженький этого года 92 2 о какой красненький так вставляем и наливаем ну вот бак может быть больше литра так закрываем и что у нас мы делаем по инструкции мы сначала подкачиваем так забуркало отлично бензин есть дальше мы что делаем дальше мы уставляем на закрыто так у нас на закрыто и пытаемся заводить все здесь довольно просто так скрыл и пытаемся заводить надеюсь он у меня это придется с первого раза так отлично теперь мы открываем заслонку и завелся и он у нас завелся довольно легко довольно легко он у нас завелся ждем ждем пока пока греется а пока он у нас греется мы с вами делаем актер для вспашки поднимаем и регулируем высоту пашки вот такой вот запробы сначала хотя можно на полную сделать на полную сделаю и ждем пока двигатель погреется и 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 можно а можно еще и вот так вот пахать так даже будет да даже легче пахать только снять надо вот эту железячку а то она нам с вами пахать мешает вот так вот сняли и не можно спокойно пахать задом заводим и сада можно пахать так даже легче получается вот такая у нас земля пушистая получается пустые пусыста пушистая и шелковистая хоть морковку моя любимая сажай хоть огурчики их тоже очень люблю огурчики но это были редкие а теперь более жесткому тесту при тропинках тропинки и и и и и и и Такая, я бы сказал, поверхностная обработка, потому что очень тяжелая земля. Ну и для грядок он, я думаю, сам-то подойдет для грядок, будет нашим помощником. Осталось научиться только правильно пахать, приновиться бы не мешало бы, конечно. Ну ладно. В общем, моя мама этот мини-культиватор не одобрила. Она считает, что он больше всего сгодится для большой земли. Ну что ж, она у меня очень мудрая женщина, я очень люблю, поэтому он у меня будет как маленький помощник, если что, вдруг. Ну, а грядки и трубки мы будем обрабатывать по стрелинке, с помощью ручным культиватором. Вот так вот. Вот такой у нас с вами обзорчик получился с тестом. Надеюсь, вам это видео очень понравилось. Ставьте пальцы вверх. И увидимся в новых видео. Всем пока.